Петр Иванович Пригадин Малая родина семьи Бригадиных была полна исторических свидетельств, побуждавших искать информацию о своем наследии. В далекой Полетской вёске один за одним четверо нас поступило в университет, весь острый брак. Мне посчастило за тем оборонить диссертацию и застаться в университете, працавать. В моей памяти профессоры, которые выкладывали на историческом факультете. Это профессор Лев Михайлович Шнейрсон, это профессор Михаил Ефимович Шкляр и Раида Осиповна Царук. После службы в армии Петр Иванович вернулся в университет уже с богатым жизненным опытом. Трудовую деятельность начал заведующим кабинетом кафедры истории КПСС гуманитарных факультетов БГУ. Любовь к работе и умение распределять свое время позволили успешно совмещать насыщенную организационно-педагогическую деятельность с обучением в аспирантуре. В 1978 году под научным руководством профессора Шкляра молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию «Комсомол Беларуси – активный помощник партии в культурном строительстве» 1966-1970 годы. Именно в это время были заложены основы научного мировоззрения Петра Ивановича. И я возвращаюсь, наверное, с возрастом все чаще и чаще к учителям, к тем, кто нас учил тогда, к своей профессуре, легендарной профессуре, Полетика, Шнерсон и многие другие, которые действительно были учителями из большой буквы, которые блестяще читали лекции, которые никогда не повышали голос, которые были просто, ну, ходили в аудиторию как в церковь. Творческая атмосфера и богатый научно-педагогический потенциал БГУ способствовали возвращению Петра Ивановича в университет. Изменения, происходившие в СССР в середине 1980-х годов, требовали инициативных и динамичных лидеров. В 1988 году Петр Иванович стал проректором по учебной работе БГУ. В этот период произошел бурный расцвет белорусской исторической науки, прежде всего исследований по отечественной истории. В 1994 году была создана кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени, которую и возглавил Петр Иванович. Он не прекращал своего личного научно-педагогического роста. Становление независимой Беларуси, проблемы формирования партийных и общественных структур требовали тщательного изучения исторического наследия. В 1995 году Петр Иванович защитил докторскую диссертацию СССР в Беларуси конец XIX века, февраль 1917 года. А в 1996 году Петру Ивановичу было присвоено ученое звание профессора. На рубеже XX и XXI веков сложились возможности для максимального раскрытия организационно-творческого потенциала Петра Ивановича Бригадина. Он занимал должности первого проректора БГУ, ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь. Затем, 19 октября 2001 года, Петр Иванович был назначен министром образования. Период его пребывания на этой должности ознаменовался реформами. С 2003 года Петр Иванович являлся директором Государственного института управления и социальных технологий БГУ. Именно благодаря его усилиям учреждение стало пользоваться высоким авторитетом. Он увлеченно занимался всеми сферами деятельности. Он занимался хозяйственными делами, строительством и ремонтом зданий, подбором преподавательского состава. Часто встречался с представителями бизнеса, студентами и абитуриентами. Институт получил права юридического лица. В его структуре были созданы новые центры и отделы. В 2016-17 годах Петр Иванович также занимал должность заведующего кафедрой истории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета БГУ. В 2018 году был создан институт бизнеса БГУ, который сразу стал одним из ведущих учебных заведений экономического профиля в стране. Петру Ивановичу Бригадину было поручено управление учреждением, с чем он успешно и справился. Это очень знаковое событие, поскольку все, кто здесь присутствует, вложили массу труда, массу энтузиазма в том, чтобы этот корпус был введен в срок, даже значительным превышением срока. В течение последних двух десятилетий Петр Иванович в разное время был членом Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Президиума Национальной Академии Наук Беларуси и Высшей Аттестационной Комиссии Республики Беларусь. На ряду с административно-управленческой работой Петр Иванович Бригадин не оставлял научно-исследовательскую деятельность. В 2003 году в соавторстве с профессором Владимиром Федоровичем Ладосевым вышла его известная работа «Между Востоком и Западом. Становление государственности и территориальной целостности Беларуси» 1917-1939 годы. Научные интересы Петра Ивановича лежали в области истории Беларуси 19-20 веков, политической истории нашей страны, проблем государственного управления. Но он принимал участие и в дискуссиях по другим темам развития отечественной исторической науки. При его активном участии началось издание нового поколения учебников по истории Беларуси для студентов вузов. Почти два десятилетия Петр Иванович возглавлял совет по защите докторских диссертаций в БГУ. Возвращение исторических источников, исторических документов, программа с публикацией исторических документов, базовых документов, для того, чтобы вернуть национальное самосознание, сформировать это национальное самосознание. Без этого, в принципе, наверное, невозможно развитие страны. Петр Иванович Бригадин является автором около ста научных работ по истории Беларуси, теории управления, социологии, в том числе автором и соавтором 10 монографий, 12 учебников и учебных пособий. Подготовил 6 докторов и 7 кандидатов наук. Двое сыновей Петра Ивановича также пошли по пути отца. Деятельность Петра Ивановича Бригадина была отмечена его соотечественниками и руководством страны. Он награжден медалью за трудовую доблесть, почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь и почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Петру Ивановичу также присвоены звания отличник образования Республики Беларусь и заслуженный работник образования Республики Беларусь. Петр Иванович Бригадин был человеком многогранным во всех отношениях. Он был не только прекрасным ученым, но и искренним человеком, замечательным отцом и дедом, надежным другом, отзывчивым руководителем, уважаемым учителем и надежным советчиком. Его отличали целеустремленность, доброжелательность, которые гармонично сочетались с требовательностью и принципиальностью. Редактор субтитров А.Семкин